Так, сейчас секундочку включу презентацию. Позвольте представиться еще раз. Меня зовут Евгения Тимофеева. Я представляю всю отельную цепочку Como Hotels & Resorts. Также, наверное, задам вопрос. Подскажите реакции в чате, кто знаком с нашей коллекцией отелей. Может быть, видели, продавали, запрашивали по разным нашим направлениям, не только Мальдивы. Буду тоже рада видеть вашу реакцию. Ну, для тех, кто с нами не знаком, также расскажу немного, кто мы, что мы. Нашу такую предысторию перед тем, как перейду уже, собственно, к самим Мальдивам. По ходу презентации, пожалуйста, если возникают какие-то вопросы, обязательно пишите. Буду стараться отвечать по ходу, либо в конце. Итак, Como Hotels & Resorts – это сингапурская цепочка, принадлежащая, можно сказать, под частным владением. Довольно-таки богатой сингапурской семье. Поэтому, конечно же, многие нас ассоциируют с озером Кома, но нет, с озером Ком мы никак не связаны. Собственно, само название Кома – это чисто аббревиатура имени, фамилии, мамы и дочки. Кристина Онг – сама, так сказать, владельца-основательница. И Мелисса Онг – ее дочка, которая вступила уже, так сказать, в бизнес после окончания университета. Поэтому название Кома – это просто аббревиатура имени и фамилии. Вот, собственно, и сама владельца и основательница бренда, госпожа Кристина Онг. И что, наверное, интересно в нашей коллекции, что наша история началась еще в далеких 90-х. Если я не ошибаюсь, по-моему, в 92-м году, путешествуя по Европе, кстати, будучи в Лондоне на тот момент, проживая в одном из, на данный момент, наших отелей, но тогда еще не был нашим отелем, к Кристине пришла вот такая идея, мысль, почему бы не основать что-то для себя, для своего окружения, для своей компании, по стилю, по дизайну, собственно, как она любит и хочет. Вот, и поэтому, конечно, некоторое время заняло согласовать покупку, приобретение первого нашего отеля, но, тем не менее, он уже с нами, это как раз Кома Метрополитен Лондон, про который, вот вижу, Ольга, крутый, можно сказать, что история Кома началась именно с первого нашего отеля в Лондоне. Ну, и с годами, конечно же, мы распространились на разные направления, на данный момент у нас уже 14 отелей в целом в коллекции, вот, не только это Лондон, и Мальдивы, и Бутан, и Карибы, и Италия, и Фиджи, Пхукет также, и, конечно же, Мальдивы. И, опять же, возвращаясь к самим владельцам, сама Кристина Онг, она приверженница здорового образа жизни, любительница йоги, пилатеса, правильного питания, поэтому всю свою, так сказать, вот эту любовь и философию она транслирует именно через наши отели. Поэтому тоже во всех наших отелях у нас есть такой собственный подбренд под названием Кома Шамбала. Ну, во-первых, это, конечно, одноименный отель на Бали. Может быть, кто-то из вас слышал, знает наш такой гигантский холистический центр-отель Кома Шамбала Эстейт в Убуде, где сильный акцент как раз на разнообразные программы, аюрведа, медитация, детоксы и так далее. И вот немножечко эту философию мы теперь транслируем по всем отелям, то есть под сути, под брендом Кома Шамбала, это наши все спа-центры, которые во всех наших отелях, неважно, это Мальдивы, либо это городской Лондон, везде спа-центр под брендом Кома Шамбала. Также это наша собственная косметика, которую специально производят, разрабатывают вместе с владелицей Кристиной, тоже под названием Кома Шамбала, гели, шампуни, кондиционеры, все, что по номерам. И, конечно же, спа-центр тоже работает на наших маслах и на нашем бренде Кома Шамбала. Кстати, косметику можно легко приобрести в любом из наших отелей, если вдруг клиенты в Лондоне, у нас также есть, по-моему, отдельно магазин при отеле, ну и, конечно же, если вдруг у вас кто-то в Сингапуре, то тоже там можно его приобрести. И третий элемент под названием Кома Шамбала, это, собственно, меню правильного питания, так как, опять же, повторяю, что Кристина приверженница здорового образа жизни и питания, поэтому для нее было очень важно, чтобы элемент правильного питания присутствовал тоже в меню наших ресторанах по всем нашим отелям. Это меню совершенно бесплатное, доступное для всех гостей, оно не обязательно, его не обязательно употреблять, его можно комбинировать с обычным меню ресторана, либо можно просто питаться обычным меню. Мы как бы предлагаем гостям вот такой вот вариант дополнения. Вот. Это что касается вот именно нашего такого подбренда Кома Шамбала, который для нас, можно сказать, философия нашего, именно нашей цепочки. Вот. А также, учитывая, что он тоже такой интересный элемент, еще, опять же, в далеких 90-х и 2000-х, путешествуя по европейским странам, Кристина покупала разнообразные бренды и привозила их в азиатские страны. Начиналось, конечно же, все с Сингапура, потом, возможно, в Таиланде, это было на Бали, где она открыла вот такой вот, так сказать, магазин под названием Club 21, куда как раз она возила разнообразные бренды. Ну, что-то наподобие ЦУМа в Москве. Вот. Но на данный момент, что интересно, теперь во всех наших отелях, включая вот как раз и мальдивские наши отели, у нас есть небольшие бутики, ну, бутики, бутик-магазины, можно сказать, куда владельцы привозят какие-то элементы вещей дизайнеров из азиатских стран. То есть, например, можно на Мальдивах у нас приобрести какие-то сумки, аксессуары дизайнеров из мальдивских островов, либо какое-то платье дизайнера из Таиланда и так далее. То есть, такая немножечко рокировочка теперь. Вот. Помимо стандартных, да, сувенирных каких-то элементов, в наших курортах, можно теперь клиентам приобрести что-то из дизайнеров азиатских направлений. Вот. Поэтому мы цепочка в основном с акцентом на эко, на wellness, оздоровление, питание, такой спокойный отдых. Мы не тусовочный бренд, поэтому, конечно же, возможно, многим туристам наши отели не подойдут, возможно, многим, наоборот, это понравится. Поэтому тоже тут смотря, что ваш клиент именно хочет. Ну что, Мальдивы. У нас на Мальдивах два отеля. Первый наш отель – это Комо Кукуа Айланд, который был построен и открылся еще в 2002 году. Но в 2019 году отель полностью закрывали, но полноценную реновацию, полгода переделывали, перестраивали. Отель открылся к концу 2019 года, проработал, что там, да, пару месяцев. Потом в марте закрылся на пандемию. В 2020 году в конце открылся снова. Поэтому, по сути, на данный момент отель всего лишь проработал где-то два-два с половиной года после, так сказать, полноценной реновации. Отель в очень хорошем состоянии. Свежие номера, свежий ресторан, спа. То есть полностью-полностью было все переделано, перестроено. Комо Кукуа Айланд расположен в Южном Мале Атоли. Всего, ну, честно, полчаса на скоростной лодке. 40 минут – это, скорее всего, если вдруг какая-то непогода, волнительное море. Но в целом полчаса довольно-таки достаточно трансфер от Мали, либо из отеля в Мале. Вот, поэтому Комо Кукуа подойдет идеально для тех, кто, скажем, не хочет никуда дополнительно лететь, хочет чисто на лодке, недалеко. Либо можно также предлагать его, если комбинируете с другими отелями, атоллами, скажем, сначала гости летят куда-то далеко, а на обратном пути пару ночей в Комо Кукуа перед тем, как они уже попадают на утренние рейсы. Вот, например, можно так комбинировать. Совершенно свободно. Комо Кукуа Айланд – прям крошка-бутик-отель. У нас всего лишь 33 водные виллы, а береговых вилл совершенно нет. Поэтому тоже, возможно, не для всех ваших туристов Комо Кукуа Айланд подойдет. Мы его позиционируем больше как отель для пар, для молодожен, возможно, какие-то компании, потому что, опять же, возвращаясь к тому, что у нас нет никакой детской инфраструктуры, и поэтому плюс то, что видны виллы у нас только на воде, возможно, многим, конечно, не захочется сюда приезжать с детьми. Хотя у нас нет запрета на детей, мы себя не позиционируем как отель adults only. У нас есть услуги няни. Вот единственный момент, что, наверное, по рекомендациям, если это гости совсем с грудничками, которые в колясках, либо это уже подростки, которые совершенно спокойно могут плавать, купаться, так сказать, себя контролировать, не нужно за ними бегать. Вот. А вот такой возраст активный, наверное, все-таки будет клиент там, волнительно проживая на водных виллах. Вот как раз вижу вопрос по поводу скачетного песка и захода в воду. Как раз пока мы на этом слайде, давайте я вам расскажу, как и что, где у нас риф. Заход в плавать и купаться у нас, в принципе, можно везде. Песок на самом острове мягкий и комфортный, как мы все любим. Никакие резиновые тапочки, в принципе, не нужно, можно гулять везде босиком. У нас есть собственный домашний риф со стороны причала, куда приплывает катер с гостями. Можно смело плавать и купаться с маской и ластами. К сожалению, кораллы сами бежевые, ну, это не секрет. У нас очень мало цветных кораллов в Кому Кокуа Айланд, но довольно-таки много, довольно-таки богатая подводная жизнь. Это разнообразные рыбки, черепахи, осьминоги, скаты. То есть, в принципе, если клиентам важна жизнь, чем риф, то мы хороший вариант. Также можно плавать и купаться с маской и ластами по другую сторону, где как раз сконцентрированы все наши вилы. Можно смело из вилы доплыть, либо вот здесь у нас тоже есть такой вот пирс, по которому можно пройти и уже прыгнуть, и здесь, так сказать, плавать и купаться. Также у нас есть собственная песчаная коса, вдоль которой тоже можно гулять, и вокруг нее тоже можно плавать. То есть, в принципе, точек для сноркинга довольно-таки много, и плавать можно, в принципе, где угодно. У нас есть момент приливов и отливов. Отливы идут со стороны восхода солнца в сторону заката, поэтому, конечно же, рано утром гости, которые проживают вот именно непосредственно в наших этих категориях, это категории one bedroom, two bedroom, и вот наши первые основные базовые категории, они, возможно, могут ощутить вот это вот то, что утром мелковато. Но к обеду вода приплывает обратно, приходит, поэтому, в принципе, в течение дня и вечера можно спокойно плавать и купаться возле вил. Опять же, это все зависит от времени года и так далее. Поэтому мы были, я была сама в сентябре в период, вот прямо такого, что вот вилы стоят на песке, мы такого не видели. То есть все равно было, да, мелко было рано утром, но не так, что прям совсем вот в воду вы спускаетесь, и вы на песке. Поэтому, в принципе, тут все зависит от времени года. Сам остров, что у нас на острове? Вижу вопросы по поводу размера острова. Размер у нас где-то 300 на 170, по-моему. То есть он совсем крошка. Основная наша часть острова – это наш ресторан, бар, основной бассейн, лежаки, где можно тоже заходить в воду, плавать и купаться. В середине у нас ресепшн, центр водных видов спорта, зона, где работают, проживают наши сотрудники. Как раз у нас бутик-магазин именно в центре. И остальная часть острова занимает именно наш спа-комплекс, йога, пилатес, фитнес-зал и бассейн с гидромассажными струями. И вот уже уходя, опять наша песчаная коса. Глубина увил. Вы знаете, вот по своему опыту скажу, что мы проживали, я проживала, по-моему, вот где-то здесь. Рано утром, где-то в 8 утра, я спускалась в воду, я где-то метр семьдесят, мне было, ну, почти по колено глубина. К обеду, днем, мы тоже, я заходила в воду, вот где-то вот рядышком, опять же, не уходила слишком далеко к рифу, мне уже было по плечу. То есть, в принципе, довольно-таки комфортно. Тоже обратите внимание, что наши водные виллы стоят вдоль острова, а не перпендикулярно. Поэтому у нас, конечно, так как мы все-таки вдоль острова, есть вот такой момент, что для тех, кто боится глубины, по факту у нас и не глубоко, если вы вот спускаетесь с водных вилл и стоите прямо около ступенек. Чем дальше вы отплываете к рифу, да, там уже глубоко, но так спокойно спускаетесь с водных вилл, спокойно стоите на песке, то есть там не супер глубина, и уже гости плавают, укупаются, а уже чем дальше они отходят к рифу, тем, конечно же, глубже. Поэтому, в принципе, то, что у нас только водные виллы, все равно купание довольно-таки комфортно, потому что у нас не так глубоко у самих водных вилл, даже во время прилива, когда это вечером. Вот. И вот тут самая наша крайняя вилла, это трехспальневая вилла, которая смотрит непосредственно именно на закат. Итак, по проживанию. 33 водные виллы. У нас три категории, наши основные базовые категории, которые стоят вот так вот в ряд. Наша четвертая категория – это one bedroom, пятая – two bedroom, одна, и самая последняя – three bedroom, трехспальневая вилла. Вот так тоже выглядит наш остров, в принципе, карта. И первая наша категория, первые даже две наши виллы с приставкой «Дони». По факту снаружи эти виллы выполнены в стиле традиционной лодки «Дони». Прям вот реальная, как вы себе это представляете. Первая категория – «Дони» ватер вилла. Это общая вилла, одноэтажная, где вы заходите, у вас такое единое пространство, небольшой подиум с кроватью king size, дальше небольшая зона гостиной и выход на террасу. Первые наши три категории не имеют бассейна на террасах, потому что все-таки виллы довольно-таки компактные, терраса тоже не очень большая, поэтому физически бассейн там не предусмотрен. Поэтому гости спускаются полноценно и плавают уже именно в воде. Листаю еще раз на карту. Не переживайте, все материалы сохранены. Если что, опять же, контакты мои будут в конце. Поделюсь со всеми материалами. По размещению, в основном, опять же, у нас это пары, поэтому это два человека, хотя мы легко можем разместить два плюс один. То есть это может быть либо третий взрослый, либо третий ребенок, потому что, опять же, мы не adults only, у нас нет запрета на детей. Либо это будет как дополнительная кровать, либо вот такие вот диваны для детей до 12 лет мы легко можем трансформировать в кровать. Вот, кстати, фотографии, как эти виллы до не выполнены. То есть гости заходят на виллу, так сказать, с внешней стороны, попадают в дверь и уже отдыхают с другой стороны. То есть, в принципе, тоже довольно-таки приватно, никто никого не видит, что, чем гости занимаются на своей террасе. Вторая наша категория тоже в стиле дони, но, единственное, она уже выполнена как лофт. Двухэтажная. Получается, вы заходите, спальня находится уже на втором этаже. На втором этаже также есть небольшая ванная комната, чисто, извиняюсь, туалет, раковина и небольшое окошко. Шторки можно вот так вот закрыть, и получается, что у вас полноценное такое вот пространство. На первом этаже гостиная, опять же, выход на террасу и большая ванная комната с душевой кабиной, то есть гардероб, все находится на первом этаже. По площади уже вилла чуть побольше. Чем выше мы поднимаемся по категориям, тем площадь уже побольше. По размещению здесь также 2 плюс... либо 2, либо 2 плюс 1. Ну, в принципе, здесь уже площадь даже вместит в себе 2 плюс 2. А вполне, скажем, трое взрослых, один ребенок, либо двое взрослых, двое детей мы легко разместим. Но 4 человека это максимум, потому что водные виллы, и многие отели не любят размещать очень много гостей на воде. Наша третья категория из наших основных вилл – это Loft Water Villa. Снаружи она уже не в традиционной лодке Дони, она уже выполнена как стандартная обычная вилла. Площадь ее еще больше, чем предыдущие 2 категории. И у этой виллы есть еще отдельный выход на зону с тропическим душем, что у предыдущих 2 категорий нет. Поэтому гости, плавая в океане, могут спокойно подняться отдельно. Есть ступенечки сбоку вот здесь, так сказать, обмыться, и зайти уже через ванную комнату уже на саму виллу. Вот, поэтому тоже очень довольно-таки комфортно. Вижу вопрос по поводу островов. Да, первые 3 наших категории смотрят на 2 острова. Это у нас отель Holiday Inn Kanduma напротив нас и рядом с ним стоящий остров, который, наверное, их обслуживает. Но они очень далеко расположены. То есть, в принципе, никто никого не видит вот так вот, если обычным взглядом. Это нужно прямо через бинокль смотреть. Поэтому не переживайте, по отзывам наших гостей, мало кого это, честно говоря, тревожило, что какой-то там остров. Он находится довольно-таки далеко. Вот, поэтому гости, которые проживают на наших именно первых категориях, они его видят. Все, кто берет наши one bedroom, two bedroom, three bedroom, так как они стоят уже в противоположной части острова, там пока еще чистый горизонт. Это только первые три категории. Но по отзывам никого дальность этого острова никак не тревожит. Но, увы, ничего мы здесь не можем не сделать. Никуда мы не подтянем уже от отель. Вот как раз... ...соседнего острова не видно. Все чисто и аккуратно. One bedroom, одна спальня, гостиная. Уже площадь побольше, поэтому здесь уже территория террасы позволяет иметь бассейн. По дизайну, по декорации, по убранству все виллы выполнены, в принципе, в едином стиле. При реновации отеля максимально сохранили эко-стиль. То есть у нас все постройки древесные максимально. Все ступеньки, поручни водных вилл каждое утро сотрудник встает рано утром и щеточкой прям вот чистят поручни от налета, чтобы гостям, когда они просыпаются, было комфортно плавать и купаться. То есть мы максимально приверженницы, чтобы никаких токсичных, так сказать, материалов в наших лестницах, которые прямо опускаются в воду, нет. Также дизайн после реновации выполнен вот в таком вот спокойном стиле. Белые тона, белые стены, черные деревянные полы. Опять же, это все по дизайну владельцев, чтобы пространство максимально дышало, не было нагромождений, чтобы гости чувствовали себя, да, вот как бы больше спокойно, перезагрузились и далее поехали отдыхать. Реновация была в 2019 году. И наша самая большая трехспальневая вилла, это больше такой комплекс двух вилл вместе. До пандемии мы их продавали как две отдельно стоящие виллы, но вот коллеги решили их объединить, потому что, так сказать, они отдельно стоят, поэтому у гостей получается общая такая two-bedroom и еще рядом стоящий one-bedroom. Собственно, и они получают как две виллы и общая three-bedroom, как коллеги это преподносят. Вот, опять же, повторюсь, что проживая в крайних точках, обзора на соседние островов нет. Только если вы берете первые три категории, вот он, этот остров, но он далеко. Не видно, находясь на террасе, что происходит, и гостей не видят. То есть это нужно реально смотреть в бинокль, прям полноценно. На самом деле остров довольно-таки далеко, поэтому это не сильно критично в плане приватности. Вот еще пару фотографий нашего размещения. Все материалы, все подушки, наволочки, одеяла, все-все максимально представлены из высочайших материалов, чтобы все было комфортно на гостям. По питанию наша концепция завтраки полупансионный и фуллборд. У нас нет all-inclusive, и мы работаем в основном как а-ля карт по меню. У нас сейчас появилась небольшая линия такая буфетная на завтраках. Это чисто выпечка, йогурты. Все остальное гости заказывают из меню. Наш ресторан довольно-таки большой, несмотря на то, что мы очень маленький остров. То есть у нас есть зона такая под, так сказать, крышей, если вдруг не погода, с вентиляторами, с кондиционерами. И также есть еще столики под открытым пространством. Питание, завтрак, полупансион, фуллборд. То есть, в принципе, все, кроме all-inclusive. На завтраке... Далее. Меню Кома Шамбала тоже предлагается, поэтому гости могут выбирать что-то из обычного меню, да, там обычный омлет, например, либо, к примеру, наш любимый авокадо-тост из Кома Шамбала. Но единственное, что он, конечно же, выполнен не на традиционной булочке хлеба, а на гранола, перетертой с орешками и так далее. То есть прям супер правильно. Вот. На обеды и на ужины, если ваши гости на планах питания, полупансион, фуллборд. Напитки, кроме воды, за дополнительную плату. То есть, как говорится, house water, вода, которая вот фильтруется и подается на виллах, в бутылочках от отеля, она идет бесплатно. Все остальные напитки за дополнительную плату. Если гости захотят, скажем, заказать алкогольные напитки из меню. Несмотря на то, что мы коллекция отелей уровня Deluxe, у нас довольно-таки адекватные цены на алкогольные напитки. Вино у нас идет, так, вижу, подвисает, но у меня вроде все хорошо. Если что-то нужно повторить, пишите. Буду стараться повторять, но вроде у меня связь. Я в одном месте сижу. Алкогольные напитки, например, бутылочка вина идет от 70 плюс-плюс, коктейли идут от 15 плюс-плюс, там пиво, по-моему, было от 8 плюс-плюс. То есть, в принципе, цены на алкоголь довольно-таки адекватные, поэтому если гостям не нужен этот all-inclusive ради алкоголя, а чисто там за ужином бутылку вина, то всегда это приемлемо можно заказать. Цены у нас, опять же, повторюсь, адекватные. Кстати, в Кома-Ку-Куа у нас довольно-таки большой процент возвратных туристов. Вот когда мы открылись в 20-м году, в 21-м году, у нас были гости, наши туристы, русскоговорящие, которые проживали у нас длительное время, как две недели, были такие, как и два месяца. Значит, если вдруг у ваших туристов рассматривают путешествия на длительное время, то у нас были такие клиенты, как на две недели, на два месяца, и поэтому, конечно же, питание для нашей коллеги старается все-таки как-то обновлять, дополнять какими-то блюдами, поэтому очень многие у нас нет такого, что, ну, прям вот все переели, что в меню. Поэтому тоже в этом плане очень все у нас предусмотрено. При ресторане у нас есть вот такой бар, бар Фару. Тоже обратите внимание, что все выполнено максимально из древесных таких материалов, потому что, опять повторяюсь, мы приверженницы эко и стараемся убрать из отеля все, что вот не экологичное. Ну, конечно, возможно, мы не 100% эко, но все же стараемся. Разнообразные коктейли, закуски во время отдыха у бассейна либо перед ужином всегда можно заказать вот как раз в баре у бассейна. В основном у нас играет фоновая музыка по вечерам в зоне вот как раз бара, но коллеги сказали, что мы потихонечку внедряем, не все дни, конечно, но, возможно, два-три раза в неделю, будем делать легкую такую живую музыку. Опять же, это не дискотеки, не караоке, это все-таки будет такая легкий джаз, потому что концепция наших отелей это более такой умиротворенный, спокойный вид отдыха, поэтому для нас даже водить живую музыку – это совершенно новый этап, но, тем не менее, думаю, что многим гостям это понравится. И, конечно же, большая часть нашего острова – это наш целый такой холистический центр, что включает в себя и наше спа, и йога, и пилатес, и бассейн с гидромассажными струями. Занятия йога, пилатес, групповые, бесплатно. Йога у нас как и на рассвете, так и на закате, можно заранее записаться, либо можно увидеть расписание и просто прийти. Вход в зону бассейна с гидромассажными струями для всех гостей совершенно бесплатно, свободно в часы работы. Ну и, конечно, все наши спа-процедуры. На Мальдивах наши основные процедуры – это акцент на массаже, так как все-таки, наверное, если говорить о наших балийских отелях, опять же, возвращаясь в одноименный отель Кома Шавула, то там у нас, конечно, есть ряд разнообразных программ, акцентов на разные точки тела. Мы, конечно, всю эту, так сказать, все программы не смогли на Мальдивы вместить, но взяли часть. Поэтому на Мальдивах мы сконцентрированы больше как бы на разнообразные массажи. Это может быть как полный фулл-боди-массаж, либо массаж на зону головы, на шею, на руку. Ну, то есть, опять же, что ваш клиент хочет проработать. Обязательно наши специалисты проконсультируют и подскажут, какую именно вот задачу. И все, опять же, в спа-центрах мы работаем на нашей собственной косметике под названием Кома Шавула. Если, опять же, вдруг клиентам понравится, то можно приобрести ее прямо там на месте. Фитнес-зал, пожалуйста. Так, опять соединение стабильное. Что ж такое-то сегодня? Ну, надеюсь, меня все равно хорошо видно и слышно. Фитнес-зал, который открыт 24 часа в сутки, можно слегка зайти, используя собственный ключ, поэтому, в принципе, никаких ограничений здесь нет. И наша природная песчаная коса, которой отель очень гордится. Опять же, напомню, что мы с 2002 года, поэтому мы не насыпной остров, мы настоящий. Наша песчаная коса протяженностью полтора километра. В конце даже есть табличка с надписью «Начало» и «Конец Кокуа Айленд», для тех, кто вдруг думает, что это просто вот такая насыпь в океане. И песчаную косу, в принципе, можно использовать по-разному. Можно организовать ту же йогу. По вечерам можно сделать какой-то романтик, либо свадебную церемонию, либо церемонию возобновления клятв. Коса полностью оголена с рассвета до трех часов дня. С трех часов дня она уже плавно, с хвоста начинает покрываться водой. И где-то к пяти она уже полноценно закрыта. Поэтому, конечно же, все какие-то романтические активности лучше делать до шести вечера. Мы по времени мали наш остров, потому что все фотосессии, иначе уже все в шесть темнота, ничего не видно будет, если только организовать какой-то вот такой вот романтический ужин на пляже. Кстати, в Кому Кокуа Айланд у нас сейчас действует ряд дополнительных привилегий для пар. Поэтому, если вдруг у вас есть молодожены, либо просто пары, которые рассматривают какой-то романтический отдых, обратите внимание на Кому Кокуа Айланд, потому что при бронировании от семи ночей до конца апреля мы предлагаем ряд романтических там мероприятий. По-моему, как раз спа на двоих, часовая, с ключевыми нашими процедурами, романтический ужин и многое другое. Центр водных видов спорта. У нас есть, собственно, биолог. Конечно же, внутри нашего острова Ирифа можно спокойно брать маску и ласт и плавать, и купаться. Это совершенно бесплатно. Также мы предлагаем САП, вот эта доска Stand Up Paddle, тоже совершенно бесплатно. Все, что материализировано, какие-то дополнительные экскурсии, дайвинг, выезд за пределы нашего отеля, это уже идет за дополнительную стоимость. Ну, отлично, да, спасибо. Также тут такой тоже момент по поводу экологичности. После пандемии владельцы приняли решение убрать из наших отелей основные материализированные водные виды спорта. Это такие, как джетски, парасейлинг, вот этот сибоб, как он, подводный мотоцикл, куда вы ныряете. Потому что приняли решение, это из-за того, что очень многие туристы немножечко безалаберно относились, наезжали на рифы, портили. Плюс это бензин, плюс это очень шумно. Поэтому решение было принято, что эти все водные виды спорта мы убираем и в пределах нашего рифа это оставляем только снорклинг и САП. То есть все, что мы предлагаем из материализированных водных видов спорта, это вот как раз экскурсии разнообразные, но это уже мы выезжаем за пределы нашего отеля, то есть это не рядом. Также еще такой интересный факт, тоже было принято владельцами, по поводу резиновых тапочек. Знаю, что многие туристы, возможно, берут с собой, либо хотят купить в отеле, но было тоже принято такое решение, что в отеле мы их продавать больше не будем, потому что, опять же, до пандемии очень многие туристы почему-то их то ли сбрасывали, то ли они слетали, и эти тапочки всегда застревали в рифе, их никто оттуда не доставал, кроме как нашего биолога, а это же резина, и она, опять же, портит риф, долго разлагается, поэтому такой тоже экологический шаг от нашей компании, что мы все это максимально убираем, не продаем, поэтому если вдруг ваши клиенты планируют, пусть берут это с собой, так как у нас этого нету, чистые замеры вот такой вот экологичности. Ряд свадебных предложений тоже, конечно, у нас есть, мы идеально подходим как раз для организации свадебных церемоний, есть стандартные предложения под ключ, либо можно уже что-то детально обсуждать, что ваши клиенты пожелают. Также у нас есть ряд предложений для молодожен, и, конечно же, церемонии возобновления клятвы, если вдруг ваши клиенты спустя, там, я не знаю, год, два, три, пять, десять, хотят заново признаться себе в любви, скажем так, тоже можем организовать. Это что касается Кома Кукуа Айленд. Позвольте, перед тем, как я перейду к Кому Малифуши, покажу вам как раз наше видео. Давайте немножечко все-таки окунемся в нашу атмосферу. Надеюсь, не будет у нас технических моментов. Сейчас, секунду. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Вот такой у нас романтичный, уединенный, приватный Кома Кукуа Айленд. Поэтому, опять же, рассмотрите, если вдруг ваши клиенты, любители отелей, которые находятся недалеко от Мали, и нужно никуда лететь, а чисто использовать скоростную лодку. Итак, двигаемся дальше, Кома Малифуши, второй отель цепочки Кома Хотелсин Резортс, который открылся на Мальдивах в 2014 году, есть, да, на пляже, как раз где зона основного бассейна, и начало песчаной косы лежат, есть шезлонги с лежаками, то есть все довольно-таки комфортно. То есть наши гости в основном либо около общего пляжа, либо в начале песчаной косы отдыхают, ну, либо, конечно, большинство уже на территории своей виллы. Поэтому все присутствует, сервис батлера, то есть все, что полагается, в принципе, нашему уровню отеля. Кома Малифуши открылся в 2014 году. Такую реновацию, как в Кома Коко Айленд, в Кома Малифуши у нас не было, но за время пандемии в отеле тоже сделали какие-то ремонтные работы, то есть полностью был обновлен общий бассейн, ресторан, конечно же, обновляли некоторые виллы. То есть, в принципе, отель в хорошем состоянии, такую глобальную реновацию ему не нужно делать. Кома Малифуши, концепция вся та же самая, как в Кома Коко Айленд, но, конечно, различие то, что сам остров намного отличается, остров намного больше. Очень зеленый остров. Территория позволяет передвигаться на велосипедах, поэтому все велосипеды бесплатно предлагаем всем нашим гостям. Добираться до Кома Малифуши – это гидросамолет компании Манта-Р. Мы находимся в атолле Та. Мало кто знает об этом атолле, потому что кроме нас нет никаких других отелей. И мы летим час, потому что мы делаем остановку, ну, как бы тут неизбежно, по дороге к нам. Эта остановка может быть либо в отелях Нияма, либо в Кандиме, потому что они ближайшие к нам. Поэтому мы летим вместе с гостями, высаживаем, далее к нам и наоборот. Поэтому в целом занимает час. Других видов трансфера до нас нет, только гидросамолет. Вот в Мале лаунжа самого Кома отеля у нас нету, мы пользуемся лаунжем компании Манта-Р. Поэтому гости, когда прилетают, мы их встречаем, регистрируем, сдаем багаж и сопровождаем уже в лаунж, где они комфортно ожидают уже посадки на самолет. Размер острова. Здесь, по-моему, он где-то 300 на 300, вот, честно говоря, это, кстати, забыла. Ну, побольше, по-моему, 300 на... Знаете, вернусь к вам с этим вопросом по поводу размера острова. Он более вытянутый, то есть он в длину такой более большой, но ширину, в принципе, приватной, но не такой, конечно, гигантский. Но территория позволяет передвигаться на велосипед, довольно-таки комфортно, и все береговые виллы стоят друг от друга на приличном расстоянии, только, по-моему, 5-6 метров, то есть полная приватность береговых вилл, она соблюдается. Пока мы на этом слайде. Хочу тоже показать по поводу домашнего рифа, плавания и купания. Наш основной домашний риф – это со стороны внутренних вод лагуны, то есть как раз вот со стороны, куда приплывает лодка, которая забирает клиентов, когда они уже прилетают на гидросамолете. Поэтому гости могут пройтись по вот этому пирсу. Он очень коротенький, то есть буквально, не знаю, минуты-две, смотря кто как ходит. Вот, и вот здесь в точке можно уже нырять. Уровень воды довольно-таки высоко, риф под водой, поэтому можно смело с маской ластами уже здесь плавать и купаться. Также, что касается водных вилл, можно тоже смело нырять. Если кто-то активный плаватель, можно, конечно, из берега доплыть до рифа. То есть, в принципе, все довольно-таки открыто, доступно. Гидросамолет садится не прямо около отеля, а вот где-то рядом, где гостей высаживают на понтон. Как сейчас тоже многие отели это делают, это, опять же, для того, чтобы не было так шумно в отеле, плюс, опять же, это забота о рифе. Поэтому гидросамолет садится где-то вот подальше от острова. Лодка сразу же ждет гостей, то есть гости на причале ждут, наверное, минуту, пока вот выгрузят багаж. И дальше уже на лодочке трансфер до отеля. И также на обратном пути. Гостей лодка вывозят в океан, на понтон, и там уже гидросамолет их ожидает. Также очень такой интересный момент по поводу Комом-Лефуши. Мы находимся на границе открытого океана и внутренних вод, от Ола. Поэтому со стороны восхода солнца гости могут лицезреть, так сказать, наш барьерный риф самого же Атолла. Утром, конечно же, тоже у нас есть отливы и приливы, поэтому утром немножечко этот риф оголяется. И к обеду, к вечеру он уже полностью, так сказать, под водой. Также есть момент вот этих вот коралловых стружек, которые тянутся к острову. В целом это не так критично, но, конечно же, понимаю, что если клиент есть искушенный, требовательный, то очень много фотографий, как все это выглядит, я могу прислать. Поэтому тогда можно предлагать не эту сторону открытого океана, а уже размещение на внутренней стороне лагуны. Это что касается только берегового размещения. Водные виллы никак не отличаются, вход глубокий. То есть, в принципе, гости спускаются до конца и уже плавают. На дно доступать не надо, оно кораллово-каменистое, что, в принципе, со стороны открытого океана, что со стороны внутренних вод. Сейчас расскажу вам как раз по категориям, что где находится. Вот тоже наша карта, вот так вот выглядит. Так, в целом у нас 65 вилл, половина на суше и половина на воде. То есть, Кома-Малифуш уже такой полноценный семейный остров. Вот как раз наша первая категория, категория Beach Suite. Расположены эти виллы на стороне открытого океана. Виллы площадью 101 квадрат, и у них общее пространство. То есть, спальня и гостиная в единой зоне, нет никакой перегородки. Размещаем на виллах пары, два человека, либо 2 плюс 1, либо 2 плюс 2. То есть, в принципе, площадь довольно-таки позволяет четырех разместить легко. Так, карту возвращаю. Секунду. Вот, еще раз. Кстати, в Кома-Малифуш, перед тем, как его строили в 2014 году, владельцы нанимали известного архитектора и дизайнера из Японии, из Токио. Я боюсь произнести его имя неправильно, поэтому можно всегда погуглить. Он также выполнен, он выполнен один из наших отелей в Бутане, тоже он проектировал, тоже его дизайн, поэтому по дизайну немножечко, конечно, на контрасте с Кома-Кокуа, Кома-Малифуш отличается. Бойли уже такие бежевые тона, ванны все выполнены из мрамора, мраморные полы, мраморные ванны, мраморные столешницы. Когда гостиная и спальня, все выполнены из натурального дерева. И, конечно же, все ковры, все диваны, все, что вот вы видите, все-все максимально из натуральных тоже материалов. Во всех наших виллах есть бассейны, неважно какой категории, и все наши береговые виллы просто густо-густо укутаны в зелени. Поэтому, если вашим туристам важна супер-приватность на берегу, как раз Кома-Малифуш и такой отель, который гости получат эту стопроцентную приватность, и никто нигде никак из берега не увидит, что они делают на своей террасе. Категория вилла, бич-вилла и two-bedroom-бич-вилла, именно вот приставка вилла, это те номера, которые располагаются как раз на внутренней стороне лагуны, где, опять же, для более искушенных клиентов как раз удобный, плавный вход в воду, довольно-таки хорошее дно, широкий пляж. И здесь спальня от гостиной, есть перегородка, то есть дверь можно закрыть. Так, опять у меня пишут про соединение, надеюсь, хорошо все еще видно, и слышно. На вилле, опять же, размещение такое же, либо двое, либо трое, максимально четверо. То есть здесь можно комбинировать, либо четверо взрослых ставится, две дополнительные кровати, либо это трое взрослых, один ребенок, либо двое, двое взрослых, дети до 12 лет. То есть, в принципе, комбинации разнообразные, но четыре человека физически максимально. Вот пару, кстати, фотографий по поводу береговых вилл, насколько все приватно. Вот посмотрите, даже, например, гуляя по пляжу, чтобы зайти на территорию, либо даже выйти на пляж, нужно пройти вот такой вот, так сказать, коридор зелени. Поэтому стопроцентная приватность на береговых виллах у всех категорий. То есть остров очень-очень зеленый. Опять же, если ваши клиенты хотят, например, больше лицезреть на берег, на воду, будучи на территории, нет картинки. Так, скажите, у кого еще нет картинки? Потому что я со своей стороны все вижу. Есть, есть, отлично. Поэтому если вдруг ваши клиенты, наоборот, из тех, которые хотят находиться на террасе, лицезреть океан, кому или фуши мы не такой вариант в плане береговых вилл. У нас очень плотная растительность, полная приватность. Это если только вы будете бронировать уже наши водные категории. Поэтому, опять же, какому-то клиенту это нравится, какому-то клиенту, возможно, это не подойдет. Водные виллы. По дизайну, по стилю, в принципе, все то же самое, что и на берегу. Водные виллы. Подразумевает себя, что спальня и гостиная в общем пространстве. То есть нет никакой перегородки. Опять же, хорошая терраса с лежаками. Бассейн, полноценный спуск в воду. Ступеньки широкие, с поручнями. Все также довольно-таки комфортно, как и в Кома-Ку-Куа. И категория вводер-вилла. Площадь побольше. И здесь уже спальня и гостиная закрываются на двери. На водных виллах мы с детьми размещаем. У нас нет запрета. Как и везде, клиенты подписывают бумажечку, что они несут ответственность за своих детей, так сказать. Поэтому, опять же, виллы довольно-таки просторные, комфортные для либо компании, либо пары, либо семей с детьми. Помимо наших основных, так сказать, стандартных категорий, у нас также есть несколько премиальных вилл. Это что касается водных и береговых. Самая наша большая вилла вообще в целом в Кома-Малифуши, это наша Кома-Резиденс. Она расположена на берегу. Четырехспальневая вилла, двухэтажная, с отдельным входом. Отдельно вот такая вот зеленая территория, лужайка, большой бассейн, лежаки, то есть шезлонги, столики. Все для полноценного комфорта. На первом этаже две отдельные спальни. Общая гостиная, обеденная зона. Зона, где могут, например, прийти сотрудники что-то приготовить для гостей. То есть там полноценная кухня со стиральной машинкой, даже с сушилкой, с посудомойкой. То есть прям полноценная резиденция. И на втором этаже, опять же, самые наши две основные спальни. И посередине тоже есть комната. Ее можно использовать как игровая комната, либо, опять же, разделать как полноценную спальню. Поэтому в Кома-Резиденции можно разместить легко 10 человек. Если даже не больше, есть это микс взрослых и детей. На воде это уже наши виллы с двумя спальнями. Поэтому, опять же, если есть какая-то компания, либо семьи, которые тоже любители водных вилл, то здесь, опять же, идет одна основная мастер-бедрум, гостиная, и вторая полноценная тоже спальня. Поэтому в плане размещения в Кома-Малифуши, опять же, обращу ваше внимание, что у нас много вариантов для семей, для больших компаний и, конечно же, для пар. То есть мы такой полноценный для всех, можно сказать, отель. Вот еще также пару фотографий, как выглядят виллы. Тоже максимально все из натуральных материалов, так сказать, да, столики возле кровати из таких вот дизайнерских тоже решений, из массива дерева. На виллах тоже, где зоны гостиной, тоже деревянные такие массивные столы. То есть все-все максимально из только максимум эко, так сказать. Так, немножечко перепрыгну на другой слайд, вернусь обратно. По питанию. Мы также работаем на консенсии завтраки полупансион фуллборд. В Кома-Малифуши у нас также нет олэнклюзивы, как и в Кома-Ку-Куа. Единственное, что мы внедрили, он необязательный, предложение, как такой пакет с напитками. Вот, то есть если у вас туристы есть, которые хотят целый день употреблять ряд разнообразных напитков и не постоянно не ходить, не привязываться к завтракам, обедам и ужинам, то они могут приобрести, так сказать, beverage package, как и для взрослых, так и для детей. Это идет как дополнительная плата. И, пожалуйста, в течение всего дня в наших ресторанов они могут приходить и заказывать напитки. Это ряд алкогольных напитков и безалкогольных напитков также. Так, в целом, у нас три ресторана в отеле. Наш основной ресторан – это Мади, который находится в зоне основного бассейна, открыт на завтраки, обеды и ужины. Также, как и в Кома-Ку-Куа, мы сервируем в основном все а-ля карт с небольшой буфетной линией на завтраки. Напитки, кроме алкоголя, все на завтраки бесплатно. На обеды и на ужины напитки, кроме воды, идут за дополнительную плату. Кома-Шамбала-Меню также присутствует, можно также ее выбирать. И также во втором ресторане – Тила, который работает на обед и на ужин. Он тоже находится в зоне основного бассейна, очень удобно. Опять же для детей какую-то пиццу, либо сэндвич, либо бургеры можно всегда заказать из ресторана. А третий ресторан – Тай. Он открыт только на ужины. Его по планам питания, в принципе, не используем. На человека мы выдаем определенный кредит на сумму, и гости питаются. Если они переедают на эту сумму, то доплачивают просто разницу. Этот ресторан находится на стороне водных вилл со стороны открытого океана. То есть как раз он смотрит именно на риф открытого океана. Тоже все наши постройки в Кома-Малифуши максимально древесные, эко. То есть, опять же, минимум пластика, либо каких-то неэкологичных материалов. Отель правильно называется Малифуши Байкома. Это наше старое такое название. То есть, по сути, сейчас Кома везде впереди стоит. Поэтому это Кома Малифуши. Надо, видимо, будет чуть-чуть поправить у многих партнеров. По поводу стоимости, я думаю, лучше по группе коллеги подскажут вам. Обратитесь к ним, потому что у нас еще здесь вот ряд спецпредложений. Да, везде есть такое, что не все подправили. Но это тоже наш отель, это просто старое название. Сейчас просто приставка Кома везде в начале стоит. Так, по питанию тоже, как и в Кома-Куа, мы потихонечку внедряем ряд разнообразных тоже досугов. Это, возможно, тематические ужины. Тоже можно смотреть по дням недели. То есть, это может быть как Малдивия Найт, там, индийская кухня, вечер и так далее. В наших основных ресторанах тоже играет фоновая музыка. И потихонечку мы тоже внедрять будем живую музыку в нашем основном ресторане Мади. Но, опять же, концепция вся такая же спокойная. Мы не тусовочный отель, без караоке, дискотек и так далее. Если это, конечно, не Новый год, либо не какие-то глобальные праздники. Так, в ТАИ кредит всем или на... Всем, всем. Это неважно, какой план питания. То есть, это всем выдается кредит. Кредит, по-моему, 120 где-то так, плюс-минус доллар. То есть, в принципе, его хватает на то, чтобы покушать, так как цены тоже у нас довольно-таки адекватные. Это что касается наших ресторанов и питания. Опять же, меню везде на сайте его можно скачать, либо, если нужно заранее посмотреть клиентам, можно тоже запросить, я вам пришлю. Центр водных видов спорта. В принципе, все то же самое. Снорклинг, дайвинг. Опять же, что касается джетски, сибоба, парасейлинга, резиновых тапочек, тоже в Кому-Малифуши. Мы придерживаемся такой же концепции, как и в Кому-Ку-Куа. Этого у нас нету. Но у нас есть ряд других достопримечательностей и мероприятий, которые мы предлагаем. Помимо снорклинга, дайвинга и каких-то экскурсий. Вот, например, в наших водах с ноября по апрель, в определенной сезонность, у нас вот есть такая опция, как поплавать ночью, ночной снорклинг с китовыми акулами. Наши морские биологи заранее, в принципе, по факту всегда плавают, поэтому они знают, где и как они проплывают. Поэтому выезд лодки где-то 15 минут от отеля. Если гости вдруг боятся прыгать в воду, то, конечно, они могут находиться на лодке и уже, так сказать, смотреть. Вдруг им повезет, и китовая акула проплывет рядом. А так ныряйте вместе с нашим инструктором, и он уже с определенным светом, с фонариком уже плавает, и им можно лицезреть. Они в наших водах, вот опять же, только в определенный сезон, с ноября по апрель появляются. Также наши воды и вообще коммулифуши, мы очень знамениты и богаты рыбалками. Тоже в определенный сезон, с января по апрель. У нас есть несколько, так сказать, точек спотов, как они их называют, куда мы можем отправить туристов порыбачить. Разнообразные у нас лески, удочки, big fish gaming, bottom line fishing, все, что вы можете себе представить, все у нас есть. Даже когда Маврики еще был закрыт на пандемию, очень многие к нам, кстати, приезжали именно порыбачить нам Орлена. Он тоже водится в наших краях, поэтому имейте в виду, если ваши клиенты рыбаки. Но это тоже в определенную сезонность, мы обманывать не будем, если запросят другое время года, ну как бы рыбы-то нет. Также мы предлагаем гостям серфинг, как вариант досуга. Тоже, опять же, доски все мы предлагаем, но это за дополнительные платы, потому что мы вывозим на лодке в пределах тоже полчаса от нас. Есть несколько тоже спотов, точек, как они это называют, и наш сезон это с мая по октябрь. Я бы сказала, что серфинг все-таки у нас, наверное, для тех, кто более-менее умеет стоять на доске, умеет плавать, потому что это не для новичков. Да, какой-то базовый инструктаж коллеги, конечно, сделают, но в целом вас вывозят, и вы с воды должны уже на доску, так сказать, встать. Когда сезон рыбалки? Давайте верну еще раз. С января по апрель. Опять же, все виды экскурсии, виды рыбалок, все можно запросить, все предоставим, если вдруг у вас потенциальный запрос. Это совершенно открытая информация, поэтому тоже имейте в виду. Вот еще, так сказать, пару слайдов с серфингом. Вот, кстати, вот эту яхту мы используем для рыбалки на Big Fish. Собственно, она и предназначена для этого, поэтому представьте, как в американских фильмах вы сидите, да, и вот с этой гигантской удочкой ловите марлена. А также эту лодку мы можем использовать для каких-то романтических экскурсий уже просто вокруг Малифуши, какие-то экскурсии просто на дельфинов посмотреть, либо на закате поплавать. Кстати, учитывая, что мы находимся половина в открытом океане, у нас дельфины вводятся 95% из 100. Коллеги сказали, что, ну, практически всегда они есть. Они супер близко не подплывают, конечно, к коктейлю. Это нужно выбираться на лодке. Но они практически всегда у нас, потому что у нас атолл такой полуоткрытый, нет вот этих каналов, как во многих атоллах, куда дельфины заплывают на отдых. Поэтому для любителей дельфинов, опять же, добро пожаловать в кому Малифуши. С китовыми оконами за дополнительную плату. Все верно. Все вот эти экскурсии, где, опять же, используется моторизированный транспорт, лодка, все-все за отдельную плату. По сути, это только у нас бесплатно маски-ласты и доска-саб, потому что это не моторизированный водный вид спорта. И вот еще такой финальный тоже досуг нашего отеля. У нас есть собственный частный остров под названием Лаваду. Лаваду все по-разному произносят. Он прямо рядом с нашим отелем Кома в Малифуши. И его можно использовать, опять же, под какие-то достопримечательности, активности, там, свайбы, дни рождения, либо просто романтик. Если вы это, ваши туристы, так сказать, это бронируют, то вся сервировка, инфраструктура, столы, стулья, лежаки, все это туда вывозится. Если никакого мероприятия на тот или иной день нету, то остров совершенно пустой. Там нет никаких ресторанов, нет никаких вилл, никаких построек. Поэтому мы предлагаем гостям туда добираться совершенно свободно, используя сад. Либо, если вдруг на острове поймают сотрудника, то они могут их туда на моторной лодке за 2 минуты, в принципе, довезти. Ну, прям такого расписания трансфера на этот остров нет, потому что он прям совсем рядышком с нами. Доплывая туда, гости совершенно могут гулять, плавать и купаться, фотографироваться, то есть почувствовать себя как Робинзон Круза, либо вот они владеют собственным островом. Ну, опять же, если на острове нет никакого дополнительного мероприятия. Так, вижу вопрос по стоимости рыбалки. Нужно смотреть, смотря, какую рыбалку вы хотите. Вот, прям так не подскажу, потому что цены могут меняться и в зависимости от какой рыбалки. Остров бесплатно. Да, на остров, пожалуйста, добирайтесь туда бесплатно, на САПе. Если хотите какое-то мероприятие организовать, то оно будет за дополнительную плату, потому что это, опять же, сервировка, это включает в себя питание, еду, напитки и так далее. Если никакого не мероприятия, то, конечно, гости совершенно бесплатно туда добираются. Вот, кстати, наш Малифуши и вот наш остров Лаваду. На картинке кажется, как будто бы они далеко находятся, на самом деле нет. Самостоятельный вплавь будет тяжеловато, не рекомендуем. Опять же, все зависит от времени года, когда ваши туристы приезжают к нам, потому что местами где-то может, знаете, коралловый риф подниматься, оголяться, где-то под воду уходить. То есть все-таки рекомендуют либо САП, либо попросить на ресепшн, чтобы на этой мини-моторной лодочке доставили. То есть это такого плана, такой Робинзон-Крузо, так сказать, отдых. Так. Каноэ есть, да, тоже. Немоторозированный водный вид спорта, все это есть тоже, каноэ. В Малифуши, да, в Кокуа нет. И катамарана, по-моему, в Малифуши есть, в Кокуа его нет. Так все-таки там остров покомпактнее. Также на нашем острове Лаваду можно организовать вот такой вот ночной романтик. Не знаю, кому как, конечно. Многие очень интересуются, но пока побаиваются. То есть, по сути, гостям устраивают полноценную ночлежку на острове. Ставится вот такая вот полноценная кровать, как на вилле. Декорируется все красиво свечками вот так. Вот тоже, так сказать, в этот пакет входит ряд напитков, как и алкогольные, безалкогольные. И ряд, конечно же, питания, которые тоже все это сервируются. Установка определенных часов. И гостям оставляют кнопочный телефон для экстренной связи. А так больше никто там не ночует из сотрудников, никаких камер нет. Поэтому гости полноценно себе вот представлены на этом острове как вот такой вот романтический ночлег. Конечно, это все выполняется только, если хорошая погода, никаких волн, ветра и всего прочего. На острове есть определенные зоны, где коллеги уже знают, где разместить эту кровать, чтобы была полноценная приватность. Этот романтик, ночлег, по-моему, стоит от тысячи либо полторы, так сказать, все вместе. Вот, но пока вот при мне мало кто его бронировал. Из наших туристов в основном не рассказывали. Этим использовались европейские гости и американцы, так как они больше такие нестеснительные. Но имейте в виду, вот такой вот тоже досуг в Кома-Малифуши мы предлагаем. СПА обязательно, без него мы никак. Разница между Кома-Ку-Куа-Айланд и Кома-Малифуши – это то, что у нас здесь нет бассейна с гидромассажными струями и нету студии Пилатес. Все остальное плюс-минус – то же самое. Это тоже сильный акцент на массаже, групповые занятия йогой на рассвете, йогой на закате. И еще также в раздевалках, как в мужской, так и в женской, есть дополнительные зоны хамам, парная и бассейн. Не скажу джакузи, но что-то там тоже наподобие джакузи, где можно вот тоже посидеть, отдохнуть после каких-либо процедур. А волнорезы в Кома-Малифуши у нас, они спрятаны. Сейчас попробую вернуться, но здесь, наверное, не будет их не видно. Ну вот эти маленькие точечки, но они все уже в зелени укутанные, поэтому они не так бросаются в глаза, как, возможно, в других отелях, где это такие бетонные, знаете, как плиты. То есть у нас это все очень красиво уже зеленью обросло, поэтому могу сказать, что эти волнорезы глобально вообще никак не видны клиентам. Не мешает это глазу, так сказать. Вот. И в конце, в Кома-Малифуши, конечно же, так как мы большой отель, у нас есть детский клуб, поэтому очень многие приезжают к нам с детьми. Дети у нас с 4 до 12, у нас есть разнообразные программы для детей, так как и детская йога, например, и всякие кулинарные мастер-классы, и подделки, либо просто какие-то активности. В самом детском клубе у нас довольно-таки большая вот игровая площадка, можно сказать, целое футбольное поле, и также есть зона с разнообразными качельками, горками, гамачками. И очень важно, что все эти горки и качельки тоже все под пальмами, что создает такую естественную тень для детей. То есть они не отдыхают, можно сказать, на солнцепеке. Вот. И уже в самом, так сказать, домике, либо зона, где вдруг какая-то непогода, они хотят порисовать, либо во что-то поиграть, либо просто, скажем, ребенок хочет отдохнуть, то здесь есть, так сказать, зона отдыха тоже. Вот. Это что касается вот именно кома-малифуши. Также, как и в Кому Кукуа, у нас есть предложение для семей. То есть, например, если у вас семья, двое взрослых, двое детей, бронируете от семи ночей, то для них тоже есть ряд мероприятий. Тоже, опять же, спа, один барбекю-ужин на пляже для всей семьи и еще ряд предложений, которые мы тоже можем с вами поделиться. В отеле, к сожалению, на данный момент у нас нет русскоговорящего персонала. Мы в поисках. Надеемся, что, возможно, скоро будет, но на данный момент в обоих наших кома на Мальдивах у нас только англоговорящие. Ну, глобально, если честно, по отзывам проблем с языком не было. Ну, если какие-то совсем критические моменты, всегда можно обратиться ко мне, и я буду рада помочь. Вот. Также оставляю слайд со своими контактами, и позвольте в чат я кину ссылку на наш Телеграм-канал. Тоже обязательно подписывайтесь. Я туда стараюсь публиковать актуальное наличие места, разнообразные фотографии, видео, новости не только касающиеся к Мальдиву, но и наших всех других направлений. Вот. И также перед тем, как я от вас отключусь, позвольте тоже показать видео нашего кома Малифуши. Так сказать, немножечко посмотрим, как это все выглядит. Сейчас, секунду. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Канал. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Я стою всегда на связи по любым вопросам кома. Пишите. Я доступна на всех мессенджерах и Telegram, и WhatsApp, и на почту. Мальдивы, и Таиланд-Бали. Все, что нужно. Фотографии, меню, программы. То есть все, все, все. Но, опять же, повторюсь, что при бронировании на данный момент до апреля у нас действует ряд спецпредложений. Обязательно присмотритесь. Обязательно обращайтесь к нашим любимым партнерам по групп. Благодарю их за такую вот возможность поучаствовать, рассказать. И всем прекрасного дня. Большое еще раз спасибо. И всем пока-пока.